В эфире Город Эсс, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Многие люди говорят, что мы живем для того, чтобы помогать другим. Оказывая помощь, мы выполняем свое предназначение. Ну, нельзя знать, насколько это верно, но можно хорошо знать то чувство, которое мы испытываем, когда помогаем кому-то, а еще когда видим результат. Что-то происходит, мы получаем удовлетворение, испытываем прилив энергии. Я не знаю, является ли это доказательством того, что наша помощь другим – это наша судьба, но знаю, что существует достаточно причин для того, чтобы постараться помочь кому-то, когда у нас есть такая возможность. О благотворительности, о помощи нуждающимся поговорим сегодня в Городиэс. Знакомьтесь, пожалуйста, к нам в студию пришли. Светлана Полномасова, директор благотворительного фонда «Радость» и Алла Шахматова, художник, эксперт Министерства культуры. Добрый вечер! Добрый вечер! Светлана Ивановна, фонду «Радость» с 2009 года, да, вы существуете? Никак не могу сосчитать цифру, сколько же лет. Ну, мы существуем уже в этом году 6 лет. В прошлом году у нас был юбилей. И, ну, за это время сделано немало. Мы вот как бы подводили итоги в конце года. Большое количество проектов реализовано. Оказана достаточно большая помощь за это время. Ну, я только хочу сказать, что вот цифры мы привлекли к мероприятиям фонда. Это 72 организации и учреждения детских. И более 20 тысяч детей участвовали в мероприятиях фонда. Это фактически адресаты вашей помощи? Да, вот те дети, с которыми мы конкретно работаем. Ну, вот 6 лет, это, не знаю, можно судить, что это большая цифра, можно судить, что маленькая. Но в любом случае это срок, достаточный для того, чтобы получить путевку в жизнь и понять, что не однодневка фонд, да, скажем так. А вот интересно, кто стоит у руля благотворительных фондов? Вот как вы пришли к тому, что вы хотите помогать? Ну, вот я хочу сказать, что у меня такая жизненная история сложилась, что у меня тетя была руководителем Самарского, тогда еще Куйбышского отделения фонда мира. И с детства я вот приходила к ней на работу, смотрела, как она помогает людям. И вот как-то так я уже привыкла к этой мысли. А потом много лет работала помощником депутата Государственной Думы, человеком, которому люди шли со своими бедами, со своими проблемами. И желание вот помочь людям, другим, возникает вот, когда ты ответственно относишься к этой работе. И так вот возник благотворительный фонд. Пока от лирики не ушли далеко, понятно, что в фонд обращаются люди, у которых беда, которым необходима помощь. Но их много. Всего скорее помочь всем, наверное, не удается. Вот каким нужно быть человеком, какими качествами характера обладать, чтобы пропустить с одной стороны через свое сердце всю эту чужую боль, с другой стороны не растечься от мысли по древу и определиться, что да, вот нужно все-таки делать так. Ну, на самом деле, действительно, надо трезво подходить, потому что помочь хочется каждому ребенку. Особенно, когда приходят родители больных детей, которым требуется какая-то высокотехнологичная помощь, они не видят другого вообще варианта, кроме как лечения за рубежом. А на лечение за рубежом, естественно, требуются очень огромные средства. И когда ты видишь, как папа сидит, и вот со слезами на глазах он в руке сжимает иконку, там молится, чтобы ему помогли, очень трудно, конечно, принять решение. Поэтому мы для того, чтобы все-таки делать это с трезвой головой и как-то более-менее разумно, привлекаем в качестве экспертов Министерства здравоохранения Самарской области. И, конечно, вот все решения принимаем по рекомендации специалистов. Это то, что касается здоровья. Это то, что касается здоровья. Вы не только в этом плане работаете. Ну, а как бы уже с другими категориями детей, это дети-сироты, это приемные, многодетные семьи. Конечно, мы стараемся тоже сотрудничать с профессиональными организациями, которые, с нашими государственными органами, которые системно занимаются вот этими проблемами. Конечно, хорошо, когда участвуют общественные организации. Но все-таки системную работу вот кто-то, одно ведомство должно руководить всей деятельностью. И когда вот под эгидой Министерства социально-демографической и семейной политики работают общественные организации, когда они выполняют проекты на грантовые деньги там, на какие-то средства благотворительности, все вместе складываются в копилку вот эти все добрые дела, то и благотворительность становится более эффективной. Как бы объединяющая роль все-таки Министерства, я считаю. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, наш телефон. И если ваше сердце готово откликнуться на доброту, желают ей поделиться, может быть, у вас есть какие-то адреса помощи, можете звонить к нам в студию, мы попытаемся на эти вопросы здесь ответить. Благотворительный фонд, фонд, который оказывает помощь. Но эту помощь он оказывает, получив откуда-то средства, правильно? Я думаю, что есть люди, кому интересно, а как пытаются понять, откуда берутся эти средства, откуда берется эта помощь, вот откуда она берется? Ну, конечно, благотворительность, фонд не зарабатывает с вами деньги. С вами деньги и благотворительность, это, конечно, прежде всего люди. Люди, которые готовы помочь, это люди, которые работают в каких-то организациях, люди, которые хотят, чтобы вот, не дожидаясь, когда кто-то придет и сделает жизнь в нашей стране лучше, сам, если может, жертвует деньги, сам, если может, приходит работать в качестве волонтера. Вот мы с такими людьми все время взаимодействуем. Поэтому, и я хочу еще сказать, вот для нас главное, чем больше мы отдаем, вот, нуждающимся, тем больше фонд получает. Потому что мы получаем доверие граждан, которые видят наши отчеты, размещенные на сайте, в течение шести лет. И больше людей к нам приходят с предложениями об оказании материальной помощи. Вот один из таких волонтеров, вот у нас Алла Шахматова, она тоже присоединилась к нашей деятельности в качестве волонтера. Мы к других людей. Алла, что побуждает, можно ли вообще это сформулировать, ответ на этот вопрос, что побуждает человека оказывать благотворительную помощь? Ну, я, может быть, немножко пошире на этот вопрос отвечу. Дело в том, что четыре года назад мы познакомились со Светланой Ивановной. И я узнала вообще о том, что у нас есть такой фонд, сколько проделывается работы. И поскольку я художник, и меня окружают творческие личности, мы со своей стороны попробовали как-то поучаствовать в жизни фонда. И мне кажется, у нас это потихонечку начинает получаться. О том, как это у вас начинает получаться, я думаю, мы сейчас сначала будем смотреть сюжет. Ну, предварительно скажу, что буквально на днях в Самаре прошел четвертый традиционный благотворительный аукцион фонда «Радость». И как это было, давайте сначала посмотрим. Дамы и господа, номер пятьдесят пять, в листве распространения миллиона рублей. Круто! Пятьдесят картин разошлись в течение часа. Традиция проведения благотворительного аукциона была инициирована самарскими художниками четыре года назад. На этот раз наряду с местными полотнами у строителей выставили элоты живописцев Крыма и картину из коллекции губернатора Николая Меркушкина. Прошлогодний аукцион собрал в копилку благотворительного фонда «Радость» два миллиона рублей. Они ушли на лечение детей и помощь детским домам. Сегодня «Радость» планирует новые социальные проекты. У нас есть сейчас два направления социальных проектов. Это помощь приемным семьям Самарской области, это проект «Позитивное родительство, счастливое детство» и помощь выпускникам детских домов. И подготовка их к новой жизни, это проекты направлены на постинтернатное сопровождение. В работе благотворительных организаций заинтересована и власть. Жесткая регламентация госорганов иногда мешает им оперативно решать вопросы. К примеру, проект «Радости» по адаптации выпускников реализуется при поддержке профильных министерств. Чтобы как-то на государственном уровне предусмотреть эту модель, заложить средства и сразу предусмотреть все, что необходимо для этого, непросто. Вот фонд отрабатывает пилотный проект, уже получает наработки, есть результативность. Мы начинаем понимать, а что нужно сделать для того, чтобы такая модель работала. И это создает условия для того, чтобы в будущем выходить с инициативой в бюджет и закладывать с расходы. В числе участников аукциона лучший капитан клуба «Что, где, когда» – обладатель двух хрустальных слов Алексей Блинов. В Самару его привела не только любовь к живописи. К пожертвованиям Алексей готов добавить и личные контакты с детьми-сиротами. Мне хотелось бы даже их увидеть, потому что мне кажется, что вот такое дистанционное дарение радости, оно, конечно, в любом случае полезно, но мне кажется, что все мы могли бы еще больше дарить радости и общаться с детьми на каких-то конкретных мероприятиях. И им было бы интереснее, и нам интереснее. В результате проведенного аукциона собрали около пяти миллионов рублей. Сложная экономическая обстановка не повлияла на желание самарцев творить добро. Если вы только что подключились к нам, в эфире «Город Эсс», и сегодня у нас в гостях Светлана Полдомасова, директор благотворительного фонда «Радость», и Алла Шахматова, художник-эксперт Министерства культуры. Только что мы посмотрели сюжет о том, как прошел четвертый благотворительный аукцион, и сюжет, в общем-то, мы узнали, что инициировали его самарские художники, художественное сообщество. Вот сейчас уже можно смело сказать, что стал он традиционным, правильно? Как все-таки вот он организуется? И если я не ошибаюсь, то для этого аукциона специально организуется пленэр, где пишутся работы, которые потом выставляются на благотворительность. Правильно, Алла? Да, это правильно, но, в общем-то, подготовка к аукциону у нас состоит из нескольких частей. Художники участвуют в пленэре, некоторые художники работают сугубо в мастерских, некоторые художники вообще, не приезжая даже в Самару, присылают свои полотна, это именитые мастера, у которых просто доброе сердце, и которые неравнодушны к судьбе детей. И вы знаете, за время, пока мы готовили эти аукционы, сколько прекрасных мастеров участвовало. В этом году к нам подключились художники из Крыма, потрясающий, заслуженный художник Крыма Александр Шуринов. Когда мы обратились к нему предоставить одну работу, он сказал, нет, ребята, не пойдет, четыре. Это мой долг. Это поступок, наверное, да? К нам присоединился художник из Черкасс, это вообще под Киевом. И у нас прекрасный был акварелист Водсмуш из Крыма, художник, который входит в 100 лучших мировых акварелистов. Представляете, какой уровень. У нас прекрасные наши самарские художники, члены Союза художников, Ельцов, Свечников. График великолепнейший, тончайший, Галя Петрова. Если мы всех будем перечислять, наверное, нашей программы окажется мало. Но я могу сказать, что многие художники уже заранее спрашивают, а будет ли следующий аукцион. Мы хотим, нам это надо. Для нас это очень важно. Давайте, чтобы зрители понимали, что за одну такую работу, выставленную, художник может выручить, условно говоря, немалую сумму. То есть это серьезный вклад в благотворенность. Если бы художник решил реализовать свою работу, за многими художниками просто охотятся коллекционеры. Но художники, отдавая свои работы для аукциона, получают только взамен, я думаю, благодать, благодарность и вот такую... Радость. Радость от того, что их работы, люди не просто ими любуются, но их работы потом принесут какой-то вклад. Может быть, спасут у ребенка, может быть, какое-то доброе дело будут направлены средства от реализации этих работ. Благотворительность подразумевает под собой бескорыстный поступок. И, например, можно было бы на этот аукцион выставить все, что угодно, начиная с работ школьников, заканчивая чем-то еще. Почему именно серьезные имена, серьезные полотна? Почему принято вот такое решение было? Вы знаете, этот аукцион... Мы не принимаем решение. Да, да, да. К нам обратились художники такого уровня, дали согласие, подняв планку на такой же пьедестал, что... Допустим, Александр Альфредович Баканов. Потрясающий художник. Потрясающий художник. В прошлом году мы обратились, попросили у него работу. В этом году он сам подошел и говорит, а что, у вас аукциона в этом году нет, вот, а как же я предложил сам работу. Это очень высокий уровень. Да, художник, который единственный выставлялся в Третьяковской галерее, самарский художник, имеющий необыкновенный успех, обращается сам. Поэтому, конечно, когда есть такой уровень, мы стараемся, чтобы и художники, и другие участвующие... Ну, я хочу сказать, что мы давали возможность молодым художникам себя проявить, и у нас был первый аукцион, в котором участвовали молодые художники, когда был специальный аукцион для молодых художников. И они получают каталоги, они знают, что они участвовали в таком мероприятии. Как бы это уже становится престижным. Но это такая вот не очень распространенная форма наполнения, скажем так, благотворительного фонда, да? Да. Это одно из многих мероприятий, на которых фонд может собирать какие-то средства благотворителей. На самом деле, в фонде у нас используются разные формы. Вот это мероприятие, это как бы мероприятие, которое привлекает много людей вокруг вот этих проблем, которое показывает, что надо заниматься благотворительностью. И на этом мероприятии говорится спасибо нашим благотворителям, говорится спасибо нашим художникам. Это тоже надо делать, нельзя вот замалчивать, и нельзя стесняться совершать добрые дела. Мы бы хотели, вот проводя это мероприятие, сделать так, чтобы у людей в сознании благотворительность стала вот естественным делом. Ну, просто потребностью, обычной потребностью, обычным делом, о котором рассказывают, говорят, я вот сегодня помог кому-то, вот я, и это стало бы нормой поведения. Или не рассказывают, собственно, как уже сердце подскажет. Ну, как кому, это стало бы просто нормой поведения, обычным делом для людей, а не каким-то таким удивительным событием. А вот вы не думали, что такая форма аукцион мог бы стать иллюзорным представлением о том, что благотворительность по плечу только богатым? Ну, у нас там были элоты, которые стоили 3 тысячи, 5 тысяч рублей. Как бы получается, что для всех это можно? Ну, благотворительным в данном случае выступают и сами художники. Художники зачастую не самые богатые люди, потому что все материалы, холсты, краски, практически все, что зарабатывает художник. Они же с открытым сердцем приносят работы, причем работы отбираются на конкурсной основе для аукциона. Да. Благотворительных фондов, в общем, немало. Не знаю, слишком ли много или все-таки недостаточно, но они есть. И, опять-таки, наверное, сталкивались с тем, когда говорят, что неизвестно, куда идут средства этого фонда. Ну, более того, это, к сожалению, как бы пошло, наверное, может быть, из 90-х годов, когда сложилась репутация такая фондов. Да фонды эти деньги отмывают. Совершенно верно. Как их отмывать, мы не знаем. Но я хочу сказать, на самом деле, случаи бывают разные. И фонды бывают разные. И вот организации непонятные, которые собирают деньги в супермаркетах, которые не имеют отчетности, но люди просто, проходя мимо, вот такому душевному порыву поддаются. Да и совесть не позволит, когда говорят, помогите, пожалуйста, больному ребенку. Помогите, пожалуйста. Куда на самом деле? В интернете много там всяких сборов. Вот, чтобы людям не утонуть в этом потоке информации, как бы, произошло такое событие у нас в Самарской области. Буквально 31 декабря губернатор подписал распоряжение, постановление о создании благотворительного совета при губернаторе Самарской области. Функция этого совета, вот, как раз определять те организации, которые завоевали право называться благотворительной организацией. То есть выдавать паспорт благотворительности. Я считаю, что это очень правильное решение. И если у организации будет такой документ, все-таки это какая-то гарантия того, что эта организация не просто так вот собирает деньги, а деньги расходует по назначению. На основе чего будет выдаваться такой паспорт? Там разработан пакет документов, там существует, значит, обязательная отчетность организации, которая публикуется, публичная отчетность. И я хочу сказать, фонды действительно нужны благотворительные. Потому что они собирают средства вот как бы в один кошелек, в котором собираются и большие средства, которые позволяют более эффективно решать какие-то социальные проблемы. Чем мы будем собирать вот туда копеечку, сюда копеечку. Эта сумма большая, уже и дело можно сделать большее. В начале, Алла, я у вас спросила, почему человек решает заниматься благотворительностью? Вот нашла сегодня такой опрос. Ответьте, пожалуйста, почему вы занимаетесь благотворительностью? Послушайте, какие предлагаются варианты. Выгодно, совесть из прошлого замучила, грехи в рай не пускают, религиозные мотивы, политическая пиар-акция, необходимость для души. Вот только в конце уже как-то что-то вот... Ваши адресаты, не адресаты помощи, а те люди... Некоторые неожиданные ответы. А вот те люди, с которыми вы сотрудничаете, все-таки вот что движет? Как много этих пунктов можно было бы поставить галочку? Я хочу сказать, что вообще, наверное, необходимость для души действительно присутствует у людей. Потому что мы наблюдаем, у нас есть короткий номер, на который люди могут перечислить средства. И если показывается сюжет по телевизору, когда нужно оказать срочную помощь ребенку, и показывается ребенок, то в этот день сразу идет вот какое-то большое количество переводов денежных. И переводы там и 100 рублей могут быть, и 3 тысячи, и 5 тысяч, и начинаются звонки и спрашивать, как помочь. И поэтому вот работая с такими... вообще с людьми, с большей частью населения, я хочу сказать, что все вот по порыву душевному оказывают благотворительность. Системно оказывают благотворительность уже крупные коммерческие организации. Те себе ставят какое-то задание, те хотят развивать бизнес социально ориентированный. Это позволяет им говорить о себе как о стабильной развивающейся компании. Это для них какая-то тоже пиар-акция. Ну, собственно говоря, если это системно, то и пусть. Ну, то и пусть, конечно. И на самом деле, какие мотивы движут благотворительность, наверное, не важно. Важно то, куда потом эти средства уходят. И если эти средства уходят на благие дела, то я не вижу вот большой причины, почему надо скрывать то, что ты оказываешь благотворительное пожертвование, и почему об этом нельзя сказать. И надо говорить благотворительным спасибо. По поводу того, куда эти средства уходят. Не только на помощь больным, детям, конечно же. Какие основные проекты, которые сегодня в приоритете у радости? Я хочу сказать, что вот один проект у нас очень хороший, который мы смогли реализовать с помощью благотворителей. Это средства с аукциона с помощью государственной поддержки. Это грант Министерства социально-демографической политики. С помощью вот этих вот двух моментов и с помощью сотрудников фонда мы реализуем проект по постинтернатному сопровождению детей-сирот. Ну, часть, одна из частей этого проекта заключается в том, что в Чапаевске были куплены на благотворительные средства две квартиры, в которых проживают дети-сироты. Они были обставлены средством субсидии. На средства субсидии мы смогли привлечь туда работников, сотрудников, которые сопровождают вот этих детей-сирот, которым создалась кризисная ситуация. Там у нас проживали мамы с детьми новорожденными, которые вышли из больницы, и куда-то они должны... Некуда пойти. Некуда пойти, некому помочь. И вот здесь вот они принимали решение, отказаться от ребенка или оставить его себе. Мы стараемся вот оказывать помощь в таких сложных случаях. Другой проект у нас еще есть. Это проект, направленный на сопровождение приемных семей Самарской области. Вот в этих семьях, особенно тех семьях, которые воспитывают детей уже такого возраста, подросткового, тех семьях, которые воспитывают детей инвалидов, у них на самом деле существует множество проблем и родительско-детских отношений, не только каких-то, может быть, финансовых, бытовых, а таких психологических проблем. Им требуется помощь психологов. Вот проект «Позитивное родительство. Счастливое детство», который мы реализуем на средства субсидий федеральных президентского гранта, вот этот проект тоже очень важен. Мы, вот служба комплексного постинтернатного сопровождения детей-сирот, этот проект в разных, как бы, частях реализуется на средства государственных грантов, которые с 2011 года. И мы все время, как бы, стараемся его продолжить на привлеченные средства. И мы надеемся, что и в дальнейшем средства благотворителей, средства грантовые помогут нам оказывать эту помощь детям-сиротам. У нас есть вопрос от зрителей. От зрителей, а как помогать правильно? Я думаю, что много у кого возникает желание помочь. Ну, понятно, что можно прийти... Ну, самая простая помощь, конечно, это вот когда ты просто перечислил деньги и вроде ты сделал доброе дело. Самое сложное, это когда волонтер приходит и оказывает помощь старикам на дому, и оказывает помощь вот ребенку-сироте собрать документы, отвезти его. Ведь вот ребенок, который выходит из детского дома, он не умеет, не знает, как взаимодействовать с разными службами. Он не знает, что надо платить за квартиру, к сожалению. Он не знает, как приготовить еду. Он не умеет общаться и отстаивать свои права. Там много разных моментов. Вот таким детям тоже нужна помощь. Помощь нужна системная. И вот волонтеры могут оказывать помощь. Вообще помощь нужна. Может быть, это помощь соседу по дому. Может быть, рядом кто-то живет и нуждается в такой помощи. Я знаю, что вот есть крупные организации, которые оплачивают только операции, допустим, ребенку. Но кроме этого у родителей еще существуют какие-то бытовые проблемы. Вот с этим решением бытовых проблем могут им оказать помощь и соседи, допустим. Это тоже благотворительная деятельность. Поэтому видов благотворительной деятельности на самом деле существует очень много. Надо просто самому принять решение, как ты хочешь и как ты можешь оказывать людям помощь. Это не обязательно деньги, да? Это абсолютно. Вопросы о том природоте богатых людей. Я и говорю, что это самый простой путь перечислить деньги. Это самая простая и легкая благотворительность. А вот когда ты системно оказываешь помощь, вот как мы занимаемся вот этими проектами. На самом деле там выделяются средства на зарплату наших педагогов, социальных педагогов, которые занимаются этими детьми. Но там средства, зарплаты у этих социальных педагогов такие маленькие, что они тоже могут считаться волонтерами. И они очень много времени тратят на то, чтобы общаться с этим ребенком, который звонит и спровождает его, и звонит домой. И проблем очень много. На вашем аукционе многие из тех, кому мы подходили, отказывались называть свое предприятие. То есть это явно была не пиар-акция, люди готовы были говорить, но не ставить свою ферму в роли героев или как-то так. Что появляется в душе, когда ты понимаешь, что ты конкретному какому-то человеку помог? Самое главное – это неравнодушие. Неравнодушие, мне кажется, какая-то радость. Радость самая появляется. Радость самая появляется. Радость, да. Радость самая появляется. И самое главное – люди должны помогать с радостью. С просто, да, светло с радостью. Испытывать радость от того, что ты помог кому-то. Это самое приятное чувство. Читала когда-то статью, пишет многодетная мама, очень небогатая семья, о том, что когда они поняли, что нужно десятину библейскую, скажем так, отдавать на благотворительность, дела в их семье пошли лучше. Наверное, таких историй, вы знаете, немало. Ну, такая история с нами случилась, я говорю. Каждый год чем мы больше отдаем, тем как бы мы больше получаем. И тепла, и друзей мы получаем больше. И получаем средства, которые мы можем направить на эти добрые дела. Вот это, наверное, и есть самое главное. Это есть итог, причем итог ощутимый. Если ваше сердце болит благотворительностью, болит желанием помочь, не обязательно иметь какие-то огромные деньги. Просто нужно выражать чуткость, сопереживать, поддерживать. И тогда, наверное, и вам тоже протянут руку помощи в тот момент, когда вы будете в ней особенно нуждаться. Спасибо большое за разговор. Увидимся в городе АЭС. До свидания.